Добрый день! В эфире Вести Хакасия событий недели. Меня зовут Максим Соболев и в ближайшие 40 минут самые важные новости уходящих 7 дней. Под личным контролем президент Владимир Путин вновь приехал в Хакасию, чтобы своими глазами увидеть, как исполняются его поручения по строительству домов для погорельцев. Всем поселкам к серьезному разговору. Жители вершины Теои вышли на общий сход, чтобы обсудить перспективы рудника и свое будущее. 5 тысяч человек без работы, еще 2 тысячи под угрозой увольнения. О том, что происходит на рынке труда Хакасии, в интервью программе расскажет специалист Госкомзанятости. Скидка останется. После угроз перевозчиков Минтруд срочно гасит свои долги, чтобы пенсионеры могли пользоваться льготным проездом. Озеро Белев в центре конфликта. Хозяйственная деятельность предпринимателей вредит экологии водоема. Осталось выяснить, кто за это ответит. Центральным событием недели стал визит президента Владимира Путина в Хакасию. Именно глава государства поручил правительству Хакасии закончить строительство домов к 1 сентября. О том, как оценил Владимир Путин ход большой стройки, в репортаже Натальи Гармашовой. Борт номер один приземлился в аэропорту Абакан в ночь на пятницу. Спустя несколько часов президент России Владимир Путин отправился в рабочую поездку по Хакасии. В первую очередь на вертолете облетел пострадавший от пожаров районы. Визуально оценил ход масштабной стройки. Уже более детально осмотрел новые дома в поселке Усть-Бюр. Сопровождал в поездке главу государства и губернатор Хакасии Виктор Зимин. Сегодняшний день в производстве уже строится. Сегодня где-то 840 домов на утро. Каждый день прирост будет идти от 20 до 30 домов. Между тем, чтобы уложиться к 1 сентября, темпы предстоит ускорить еще больше. Сегодня максимальное отставание от графика две недели. Тормозит работа нехватка строителей. Пока их трудится в Хакасии 1700, губернатор пообещал в течение 10 дней увеличить это число на третье, а к 20 июля – до 3000. Еще отрицательно сказываются на скорости возведения домов и отсутствии у людей документов на сгоревшее жилье. Путин дал распоряжение местным властям прилагать максимум усилий, чтобы свое право на утраченную жилплощадь все могли подтвердить в судах как можно быстрее. Важным этапом экскурсии по селу стала встреча с местными жителями. Поняли, что мы не одни в том плане, что сын у меня едет в Крым, бесплатное питание в школе, дочь у меня бесплатно посещает детский сад. Большое спасибо, что не оставили нас. Я всем довольна. Все сюда ко мне ходят, смотрят. В завершении поездки будущие новоселы попросили у президента разрешения сделать общее фото на память на фоне новых благоустроенных домов. Еще у вас огромное спасибо. До свидания. Рабочее совещание, в котором приняли участие российские министры, заместитель генпрокурора, главы республиканских муниципалитетов, было решено провести буквально в километре от села, в походных условиях, в палатке. Несколько минут на отчеты по объемам выполненных строительных работ и сразу к поручениям. И первое из них – уделить особое внимание семьям с детьми, многодетным и опекаемым. Что касается семей, где есть дети, взятые под опеку, им на них нужно распространить право на получение дополнительных метров жилой площади без оформления на них, без оформления на них права собственности, с тем, чтобы эти дети, когда они достигнут совершеннолетия, не потеряли право на приобретение собственного жилья. Что касается многодетных семей, а таких в республике от пожаров пострадало 78, то им сегодня полагается максимальная жилплощадь 72 квадратных метра. Однако для большой семьи этого мало, президент поручил внести поправки в апрельское постановление правительства, которые позволят существенно расширить квадратуру. На обеспечение жильем многодетных и опекаемых семей планируется выделить из федерального бюджета более 200 миллионов рублей. Поправки вступят в силу в конце месяца, но региону разрешено начать реализовывать их уже сегодня. Еще один важный вопрос повестки совещания касался тех погорельцев, которые по ряду причин пока не претендуют на новое жилье. Виктор Зимин обратился к президенту с просьбой построить для них 100 резервных социальных домов без оформления в собственность. Путин и Минфин предложение одобрили, но с одним условием – уложиться в запланированный для Хакасии лимит. Это более 3 миллиардов рублей. Просьба нам тогда чуть-чуть сроки сместить. Вот по этим домам, да, по этим домам. Хорошо. Чуть-чуть это на сколько? Ну, месяц можно. Да. Но давайте договоримся о месяцах, потому что потом уже есть. Будем стараться. Будем стараться. Кажется, первым сентября. Диалог с главами муниципалитетов республики начался с Сергея Чернышева. Вопрос касался села Бейбулук. Местные жители пожаловались президенту на то, что строительство здесь идет крайне медленно. Глава района отметил – подрядчики не справляются, приходится их менять. Президент распорядился раз и навсегда найти строителей, которые выполнят работу наверняка. Уделили внимание в рамках совещания и аграриям, в частности, владельцам подсобных хозяйств. Подошел один из местных жителей, частный предприниматель, обращая внимание на то, что в постановлении правительства указано на необходимость оказания помощи малым и средним предпринимателям и индивидуальным предпринимателям. Если там индивидуальных предпринимателей нет, туда нужно эту категорию добавить обязательно. В финале встречи президент напомнил местным властям о необходимости скорейшего решения всех возникающих проблемных вопросов, усилении мер противопожарной безопасности в селах, ремонта разрушенных строительной техникой сельских дорог, а также развитии системы добровольного страхования жилья. Вернуться вновь к теме пожаров Путин пообещал уже в первой половине августа. Наталья Громашова, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. В вершине Тёи вновь неспокойно. В четверг жители поселка вышли на общий сход, чтобы обсудить два вопроса. Первое, что будет с рудником? И второе, как обезопасить поселок от угрозы замерзнуть зимой? Напомню, уже несколько недель горняки сидят без работы. Перспективы предприятия пока не ясны. Уставшие от неопределенности люди решили вновь напомнить о себе. Из поселка горняков передают наши корреспонденты. В вершине Тёи устали от неопределенности. Несколько недель назад работников руды Хакасии отправили в вынужденный простой с сохранением двух третей зарплаты. За это время дело с мертвой точки не сдвигается и люди постепенно теряют всякую надежду, что предприятие снова заработает. Напротив, с июля им обещают на 15% урезать размер довольствия. Остановка рудника не только личная трагедия горняков, но вопрос безопасности всего поселка. На подготовку котельной к зиме у предприятия нет денег, так что отопительный сезон рискует оказаться под угрозой срыва. Вернуть стабильность – главное, чего хочет весь поселок. Я уже все потеряла, все надежды, все. Я вообще не знаю теперь, что делать, и как жить, и как будем за квартиру платить. Мне нечем платить просто за квартплату. Мне кажется, вообще все разваливается. Мы не можем в кучу собрать, потому что нас свыше никто не поддерживает. Я вот не знаю, чем мне кормить детей. Вот старшая дочь, у нее выпускной прошел. Мы с женой не смогли пойти на выпускной, потому что не дают денег. Это раз. Во-вторых, вот сейчас надо вести дочь поступать, она закончила 11 классов. Мы себе тоже этого пока позволить не можем. Мы можем поломать судьбу ребенка из-за того, что какой-то дядя нам не хочет выплатить зарплату. Тем временем в республиканском правительстве не теряют надежды найти свет в конце тоннеля. Руда Хакасия обратилась в антимонопольную службу с просьбой проверить правомерность действий Евраза, который, пользуясь своим единоличным положением, снизил закупочные цены именно на концентрат Тёйского и Абазинского рудников. Напомню, по этой причине предприятию стало просто невыгодно работать дешевле, отправить рабочих в простой. Удастся ли УФАС поставить монополиста на место, покажет время. Но власти также рассчитывают, что им удастся невероятное найти нового инвестора для руды Хакасии. Вот что доложил по этому поводу первый заместитель главы на последнем совещании в правительстве. Подготовили письмо с предложением потенциальным инвесторам рассмотреть возможность, скажем так, запрессовать замкнутый цикл, включить наши рудники с условием дальнейшего добавления. Продолжение очень серьезное, хорошее. Я думаю, его надо действительно взять в динамичную работу. Я думаю, инвесторы нам не откажут. Предварительный разговор был. Ожидается, что этими инвесторами могут стать компания Чиксу и ее китайские партнеры, которые будут строить в Туиме завод по производству металлического марганца. Предложение сделано, но для принятия серьезного решения Чиксу необходимо время. Елена Крылова, Виктор Буров, Игорь Брюханов, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. Тем временем уровень безработицы в Хакасии практически на четверть превысил прошлогодний показатель на данный период. Бывшие сотрудники банков, госструктур, бюджетных учреждений и крупных предприятий всего более 5000 человек сейчас состоят на учете в Центре занятости. Чем обоснован такой рост и что будет до конца года? Об этом моя коллега Марина Конодакова поговорила с заместителем председателя Госкомитета по занятости Елены Горинько. Добрый день, Елена Владимировна. Здравствуйте. Итак, объясните, пожалуйста, в связи с чем сейчас растет число безработных, да, и вообще какая ситуация на рынке труда Хакасии? На сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 5359 безработных граждан. Это количество, конечно же, выше, чем за аналогичный период прошлого года, буквально на тысячу человек. С чем это связано? У нас проходит, у работодателей проходит оптимизация численности в разных сферах. Каждый работодатель пытается в экономических условиях выжить, и он подсчитывает свои издержки. Из каких предприятий приходят люди? Большое количество граждан, пришедших из сферы торговли, 600 человек. Но торговля у нас пока, конечно же, представлена мелкими предпринимателями, мелкими фирмами. У нас очень много стоит на учете граждан из банковской сферы, более 250 человек. Все, наверное, вы слышали, что случилось в конце 2014 года с банком «Народный кредит». Кроме того, если говорить о банке «Народный кредит», у нас стоит на учете 107 человек уволенных по сокращению из этого учреждения. Также оптимизация прошла во всех филиалах банковских, а их у нас в городе, в республике Хакасия, наверное, около 50. В сфере здравоохранения оптимизация происходит, но персонала вспомогательного сокращение проведено в части санитарок, уборщиц, сторожей, поваров. А вот крупные наши предприятия, вот эта непростая ситуация тоже коснулась? Это такие, как АПК «Мавр» и кондитерская фабрика «Абаканская». Если в 2013 году и кондитерская фабрика «Абаканская» и «Мавр» нам еще предоставляли вакансии от 100 до 150 и трудоустраивали к себе людей, то в конце 2014 года, в начале 2015 года в органы службы занятости из этих двух предприятий обратилось более 200 граждан. Но они не были сокращены, они уволились по собственному желанию. Сфера транспорт и связь, железная дорога нам поставила на учет 470 граждан. Вагонное депо, наверное, все помнят, как проходила трудно ликвидация здесь участка. Но все-таки 107 человек пришли и встали к нам на учет. Связь – это Ростелеком, 40 человек у нас стоит на учете. Итак, а что может им предложить служба занятости и какие сферы, наоборот, нуждаются в кадрах? В первую очередь, конечно же, мы помогаем в поиске подходящей работы. Вакансий, как я уже сказала, у нас 2730. Из этих вакансий кто-то находит себе подходящий вариант работы. Но здесь необходимо учитывать еще и такой момент, что эти граждане, они все работали, у них у всех была заработная плата. При увольнении они все взяли справку о средней заработной плате. И в настоящее время это тоже гарантия государства получения пособия. Более 50% безработных граждан у нас получают пособия в размере максимальной величины, то есть 6370. Какие-то отрасли у нас есть, которых кризис не коснулся, и они, наоборот, нуждаются в новых кадрах, они готовы платить зарплату. Им нужны люди. 33% от общего числа вакансий – это вакансии строительной отрасли. 16% из общего количества вакансий – это вакансии в сфере здравоохранения. Но оптимизация идет, конечно, в сфере здравоохранения. Это вспомогательный персонал, а требуются врачи. Ваш прогноз, как будет развиваться ситуация до конца года? На сегодняшний день под риском увольнения находятся 2000 граждан. Поэтому вот на сегодняшний день мы не прогнозируем ухудшение ситуации. Мы понимаем, что те, кто хотел уйти, те, кто попал под сокращение, они уже к нам пришли. И все-таки у нас зима – это такой сезонный фактор, когда и вакансий меньше, и работодатели не так активны на рынке труда. Мы надеемся, что сейчас работодатели будут более активны, и они переориентируются немного. Они уже поняли, что пользуются спросом, что не пользуются спросом, что нужно развивать и что нужно делать. Что ж, я благодарю Василину Владимировну за то, что Вы нашли время и ответили на наши вопросы. Перевозчики Абакана ввергли в панику пенсионеров, но все-таки добились своего. Напомню, на прошлых выходных в маршрутках появилось объявление о том, что с 1 июля отменяются льготы по проезду для пенсионеров и ветеранов труда, так как предприниматели несколько месяцев не получают за них компенсацию из республиканского бюджета. В последующие дни ситуация развивалась стремительно, и теперь льготники могут вздохнуть спокойно. Подробности далее. С 1 июля льготный проезд отменяется. Такие объявления появились в абаканских маршрутках в прошлую субботу. За выходные новость стала самой обсуждаемой среди пенсионеров столицы. Впечатление отвратительное, так нужно сказать. Хоть бросай дачу-то. Потому что мы подсчитали, если такое будет, это где-то 10 с лишним тысяч. За билеты ездить, если. Да зачем она мне нужна-то? Ну а что делать? А что делать? На дачу же нам надо куда-то. На дачу все нужно. Придется ездить. Придется ездить. За свой счет уже? За свой счет, да. Свой Димаш перевозчики объясняют отсутствием денег на зарплаты водителям, топливо и ремонт транспорта. Комментировать в интервью ситуацию предприниматели отказались, но в телефонном режиме рассказали. С начала года субсидии за льготников республиканский бюджет перевел лишь раз – в январе. Долг растет, как снежный ком. Уже накопились миллионы. Предприниматель Дмитрий Коширин в своих автобусах объявления пока не размещал, но поддерживает протест конкурентов. Пользуемся на данный момент, чтобы не останавливать процесс перевозки заемными деньгами, то есть банках и различные источники финансирования, для того, чтобы осуществлять дальше. Мы материально можем не справиться с этим. То есть мы хотим выполнять, но задолженность месяц-два еще терпима, но когда четыре месяца, у нас просто нет средств для того, чтобы продолжать процесс. Министерство труда и социального развития, которое и заключает договоры с перевозчиками, заявляют, задолженность не такая большая, как кричат об этом предприниматели. Максимум за апрель и май. На контроле находится финансирование по перевозчикам не только в Министерстве труда, но и в правительстве республики Хакасия. Поэтому в ближайшее время мы надеемся, что эта задолженность будет погашена. И мы готовы идти на переговоры и на встречу. Специалисты говорят, начать с 1 июля брать деньги с ольгодников перевозчики не вправе. В договоре на предоставление субсидий черным по белому сказано. Даже в случае задержки финансирования оставлять людей без положенных им привилегий нельзя. Тем не менее, созданный ажиотаж вынудил власти начать переводить деньги предпринимателям уже во вторник. Ожидается, что к концу недели долг погасят полностью. Практически все перевозчики перезаключили договоры с правительством и лишь двое, зато самых крупных игрока, Семенов и Кожевникова, воздержались от этого. Они требуют повысить им сумму компенсации за льготников. Однако Минтруда не видит для этого оснований. И если 1 числа с ветеранов труда потребуют плату на общих основаниях, ведомство намерено обратиться в прокуратуру и с ее помощью наказать владельца маршрутки. Несколько дней понадобилось дорожникам, чтобы устранить последствия редкого для наших краев явления селя. Он сошел на Тувинском участке трассы между Абазой и Ак-Давураком после проливных дождей в прошлые выходные. Грязевые потоки сошли в пяти местах и полностью перегородили движение. Пять машин оказалось в западне. Чтобы вызволить их, на место ЧП бросили силы абазинского ДРСУ и Тыва Автодора. Два КАМАЗа и три легковых машины, зажатые селями. Значит, МЧС Тувы продукты доставила. Значит, там МЧС Тувы находится. С ЧП Данского ДРСУ также везут тяжелую технику для расчистки селей с той стороны. Ну, завтра к обеду. Мост примерно будет восстановлен к обеду. Ну и на уборку селей потребуется где-то до двух суток. Чтобы добраться до пленников, дорожники также восстановили разрушенный ливнем мост через речку Узень. После этого техника без проблем добралась до места происшествия и расчистила дорогу. Сейчас мы прервемся на рекламу, а далее вы узнаете, какую угрозу для озера Белё видят местные жители и что нового ждет туристов в Хакасии. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Жители Ширинского района бьют тревогу. По их мнению, самый большой минеральный водоем в республике – озеро Белё – милеет буквально на глазах. В нем гибнет рыба. Виной всему деятельность человека. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал наш корреспондент Виктор Буров. Вот такие прекрасные виды сейчас открываются на озеро Белё. Именно таким его любят жители и гости Хакасии. Но пенсионер Анатолий Ильяных уверен – картина в скором времени может поменяться и совсем в не лучшую сторону. По его мнению, лет через 20 озеро может превратиться в настоящее болото. У мужчины здесь собственная база отдыха. Каждый год он наблюдает, как вода отступает от берега на несколько метров. Вот на этом месте, например, еще несколько лет назад воды было по пояс. Сейчас здесь грязь. А это устья реки Туимка. Она единственная втекает в озеро. Сюда идет на нерест рыба и строят гнезда птицы. Я здесь живу 50 лет. Вот у меня отец здесь с 1955 года живет. Слава Богу, жив в этом районе, в этой местности. Мы всегда здесь еще с такого маленького возраста купались, приезжали, отдыхали, загорали, рыбу ловили. Вообще прекрасное место. И я хочу, чтобы мои дети тоже и все остальные тоже попользовались этим озером, этой красотой, этими благами. А вот еще одно свидетельство того, что уровень воды в заповедном озере действительно падает. Еще пару лет назад вот эта вышка для прыжков стояла в воде. Сейчас прыгать с нее опасно для жизни. Разобьешься о камни. Местные рыбаки считают, что они наблюдают настоящую экологическую катастрофу. Ведь вместе с падением уровня воды вокруг озера гибнет все живое, в том числе краснокнижные насекомые и птицы. Рыбы нет практически по краям где-то. Там на входе, где речка впадает немного, и там в той стороне, где-то камыша, вот здесь уже практически ловить невозможно. Если смотришь каждый год на это озеро, и 2-3 метра уходит воды ежегодно, так страшно и больно смотреть на это дело. Хозяева здешних бас-отдыха уверены, вода в белье начала резко падать не сама по себе. Они считают, это происходит из-за того, что сейчас перекрыта река Туимка, которая наполняет озеро. Предприниматели даже строят предположение, по чьей вине река не течет водоем. Обвиняют как минимум двух человек. Вот на этом участке реки, по мнению Анатолия Ильиных, путь в воде преградила администрация села Малый Спирин. Именно они якобы специально сделали искусственное русло для Туимки, чтобы вода не текла в деревню и не затопляла ее. А сотни тысяч кубометров воды будто бы текут в чистое поле, вместо того, чтобы наполнять озеро. Не раз мы здесь раскапывали эту речку, не раз это делали и все равно закапывают. Ну, я думаю так, что без ведом администрации вот этого дела не делалось. Или она не знает ничего, что у нее на территории делается, или делает это сама. Вот и все. Еще одно предположение обеспокоенные жители воду перекрыли предприниматели, которые разводят рыбу недалеко от белье. Они построили дамбы для запруды. Нам удалось попасть на рыбное хозяйство. Здесь не скрывают, что действительно разводят форель и организовали для туристов платную рыбалку. Уверяют, все разрешающие документы у них есть. Но бизнесмены говорят, их дамбы никак не влияют на состояние озера. Показывают, что на входе в запруды, что на выходе из нее количество воды одинаковое. Однако предприниматели с самого озера, настроенные серьезно, и уже подготовили коллективное письмо в прокуратуру, чтобы там разобрались законности построенных ограждений и возле села Малый Спирин, и на территории рыбоводческого хозяйства. Также люди намерены обратиться в профильные ведомства, чтобы там выяснили, почему же все-таки мелеет самое большое озеро в Хакасии, и грозит ли ему полное высыхание. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Будем надеяться, что госорганы должным образом изучат обращение ширинцев. Белье жемчужных Хакасии потерять ее никак нельзя. И белье, и другие озера – главное, что притягивает в республику тысячи туристов соседних регионов. Но для полноценного развития отрасли, на что делают ставки власти республики, необходимо продвигать и другие направления отдыха. Что нового готова предложить наша туриндустрия? В интервью нашей программе рассказала председатель профильного госкомитета Елена Егорова. Добрый день, Елена Владимировна. День добрый. Итак, туристический сезон 2015. Появилось ли что-то принципиально новое для желающих посетить нашу республику, отдохнуть у нас? Конечно. Я думаю, как и в другом любом регионе, ежегодно открываются новые маршруты. Это, во-первых, у нас тоже таковые маршруты новые есть. Связаны большую часть – это экологические маршруты. И на заповеднике Хакаски, это Галахты у нас, детский такой маршрут открылся. Сегодня у нас поездка в Пазарым тоже, это по Хакасскому заповеднику. И часть маршрута по Великому чайному пути, который проходит по Сибирскому федеральному округу. Конечно же, появляются навигации к маршрутам. Мы уже в прошлом году поставили такие знаки туристской навигации в Аскийском районе к трём музеям под открытым небом. В этом году точно так же планируем. Ну и в-третьих, в конце прошлого года у нас был создан туристко-информационный центр, который на сегодняшний день уже в период открытия летнего сезона пользуется большой популярностью, так как очень много вопросов. И стараемся изменить сейчас и режим работы туристко-информационного центра, потому что большая часть заходит людей после работы и в выходные дни. Вот вы сейчас озвучили новые маршруты, да, они касаются наших заповедных территорий. А какие там есть изюминки? То есть это в основном только можно увидеть природу или что-то ещё? Изюминка Хакасского заповедника – это визит-центры. Проводят там экскурсии, естественно, об этом нужно договариваться заранее, потому что это заповедная зона. И очень много историко-культурного наследия, которые включены в том числе, и достаточно очень интересные. И большую часть они направлены, конечно, на детский, но и на активно-спортивный в таком формате. Коротко расскажите о всё-таки новом направлении туризма, да, что вы уже вот немного о них рассказали, а ещё что-то есть? В этом году Госкомитетом по туризму при поддержке правительства Республики Хакасия организованы субсидии, то есть гранты тем предпринимателям, которые готовы открыть именно в селе для жителей, для отдыхающих, для туристов, именно сельский отдых. И вот тоже начинание такое новое. Не более важное начинание, наверное, по Республике, как и по всей России. Сегодня внутренний туризм набирает свои обороты, это не секрет. Не потому, наверное, что может быть, да, и политический момент в том числе, но мы, наверное, стали больше интересоваться своей историей, и это радует. И последний вопрос. Как бы все мы сейчас живём под знаком трагедии 12 апреля, вся работа сейчас идёт в этом направлении. Можно ли говорить о каком-то влиянии вот этой трагедии на состояние туристической отрасли именно в Ширинском районе? Пострадали несколько баз, но они активно уже, весь мусор обран на этих базах, они активно начинают заново отстраиваться, потому что все заинтересованы. Это прибыль, во-первых, для предпринимателей, но и никаким образом это как-то не отразилось. Единственное, что раньше стали бронировать места, потому что уже где-то они намолены были, база не оказалась. Некаким образом не отразилось. Большое спасибо Красноярскому краю, в том числе они тоже оказали нам поддержку, размещали нашу информацию, потому что спрашивали, интересовались. На самом деле, уверяю, нет, поток туристов, я думаю, что будет даже и больше. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что посмотреть материалы программы можно и на нашем сайте вести.дефис.хакасия.рф Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok